Знакомство с Магнитогорском, экскурсия на ММК, тесные связи с общественной палатой нашего города. Программа выездного модуля Высшей школы экономики, состоявшуюся накануне на площадках бизнес-центра форум, вышла далеко за рамки лекционного процесса. Участники модуля, слушатели школы, уже сегодня работают в финансовых структурах крупных столичных компаний. Они были единодушны в своей оценке. В Магнитогорске они познали гораздо больше, чем могут дать самые расширенные лекции по экономике. О том, как практика подкрепила теоретические финансовые знания в репортаже Игоря Гурьянова. Выездной модуль – традиционная образовательная практика Высшей школы экономики. Как правило, модули проходят на площадках, которые предлагают слушатели. Предложение поучиться в Магнитогорске подавляющим большинством уже состоявшихся финансистов было воспринято с интересом. Забегая вперед, отметим, увиденное и услышанное превзошло самые смелые ожидания. Но обо всем по порядку. Курс лекций предваряла экскурсия по городу. Маршрут традиционный. Первая палатка, Ленинский район, монументы у фронту, места, знакомые каждому Магнитогорцу и только одному участнику группы. Остальные в Магнитке впервые. И если обзорная экскурсия по городу носила общий познавательный характер, то визит на ММК, по единодушному мнению финансистов, нес и прикладную пользу. Своими глазами увидеть динамично развивающиеся, системообразующие и вдобавок легендарное предприятие черной металлургии дорогого стоит. Тема семинара звучала так. Управление рисками. Нам было важно понять особенности по управлению рисками и вообще понимание рисков. Из того, что мы можем видеть прямо внутри, это отлично построенная система по охране труда и промышленной безопасности. Потому что это очень важно визуализировать и видеть на месте, как это работает, начиная с деталей по получению инструктажа, обязательно на вход и всего комплекта спецодежды, и поведение в цехах сложных, аварийных, пожароопасных, уникальных производствах. Это важно в это припитаться и в это погрузиться. Финансисты далеко не всегда погружаются в производственные вопросы. И это, считает преподаватель, в корне неправильно. Тем более, что усилиями принимающей стороны предоставилась такая уникальная возможность. Слушатели школы посетили и доменный цех, и стан 5000, и 11-й листопрокатный. Казалось бы, традиционный маршрут в этом случае был наполнен новыми смыслами. На производстве нам всем очень понравилась организация производства и мощь, масштаб. Я сам из Магнитогорска, но первый раз в жизни сам был внутри комбината. Ну и ребятам всем своим, с разных городов, с Волгограда, из Москвы. Всем хотелось показать, одногруппникам, преподавателю. Всем очень понравилось, действительно впечатляют масштабы. Впечатляет достаточно высокий уровень автоматизации. Особенно новый цех, тонкого проката, тонкой листовой стали. Там вообще мы ходили, там людей нет. Мое личное субъективное мнение, каждый должен побывать на комбинате, потому что он должен посмотреть, как работают настоящие мужчины. Какая сложная эта работа, она опасная и в то же время интересная. Гостеприимный хозяин всегда показывает гостю самое лучшее. Вот и слушатели, едва сняли спецовки, кстати, оцененные по достоинству, были приглашены посетить самый яркий бренд социальной политики ММК – горнолыжный центр на Банном. Казалось бы, не профильная тема – организация здорового досуга металлургов, но только на первый взгляд. Ребята, конечно, впечатлены, но основная задача, которую они, их обучение вносит, это посмотреть на примере, как производство принимает участие в развитии социальной сферы по различным направлениям. Это все братья санатории, это братья ГЛЦ. Здесь, на Урале, мне понравилось, насколько ориентировано все на человека, на сотрудника, и сотрудника не только как просто представителя ММК и в ММК, но и за пределами ММК. Сколько построено там досуговых учреждений, бассейны, что я видела, кинотеатры, театров несколько. Для меня это прям было поразительно и очень приятно. Столь обширная программа модуля в Магнитогорске стала возможной благодаря в том числе участию в ней общественной палаты нашего города. Где финансы и риски, а где общественники, но не спешим с выводами. Высшая школа экономики, а значит и ее слушатели, снискали славу еще и на поприще строительства гражданского общества, правового государства. Здесь, по словам председателя общественной палаты Владимира Зяблицева, цели и школы, и палаты совпадают полностью. Фактически тот формат, который был у нас в нашем мероприятии, это формат больше напоминал обмен опытом. Обмен тем самым положительным, которое мы делаем, опять же, общее в одном едином нашем деле, в формировании гражданского общества. Уже перед самым выездом в аэропорт слушателей высшей школы экономики ждал еще один настоящий сюрприз. Теперь у каждого из них есть именной клубный хоккейный свитер нашей команды «Металлург Магнитогорск». Игорь Гурянов, Владислав Гусев, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИ.